Всем привет, с вами AppPlan, и сегодня мы посмотрим на ряд различных приложений для Android. Первый из них это Splay Launcher. Этот лоунчер меня привлек тем, что управление в нем осуществляется с помощью одного пальца. То есть один раз нажали и выбрали то, что нам нужно. Например, нажимаем телефон, и нас сразу вылазит менюшка, связанная с телефоном. Контакты, журнал звонков пропущены и так далее. Но я сейчас сижу с планшетом, поэтому функции телефона у меня недоступны. Ну, естественно, это перевод неофициальный, поэтому здесь, возможно, какие-то неточности. Я его скачал на FOPDA. Итак, дневник. Дневник это все, что относится к сообщениям и к календарю. То есть есть почтовый ящик, сообщения, можно написать новое письмо. Допустим, нажмем почтовый ящик. Сейчас, минутку. Так, где у нас был почтовый ящик? Это я перешел в контакты. Почтовый ящик. Почтовый ящик не переходит. Но вот, например, если написать новое письмо, то нам предлагают перейти в Gmail, либо в другие программы, которые с этим могут быть связаны. Естественно, есть раздел «Медиа». Здесь настройки GPS, галерея, видеоплеер, камера, музыкальный плеер, браузер и менеджер файлов. Естественно, там будет открываться то, что стоит у вас по умолчанию. И также есть раздел «Приложения». Здесь мы можем открыть меню всех приложений. Вот так вот оно выглядит и пролистывается вниз. Либо же есть еще избранный. Их всего 7 штук можно добавлять. Либо же перейти в Google Play можно. Вот, собственно, вот такой вот лаунчер. По-моему, достаточно прикольный, оригинальный. И, в принципе, достаточно быстро и удобно. Можно найти то, что вам необходимо. Кому понравилось, скачивайте. Кому нет, смотрим дальше. Второе приложение называется MovieBuffFX. И это приложение позволяет вам добавлять эффекты в ваши видео. Я примеров не стал делать. Просто давайте посмотрим, какие здесь эффекты имеются. Кому интересно, можете скачать. Она бесплатно доступна в Google Play Маркете. Вот здесь есть три раздела с эффектами. Action, эффекты разрушения, научная фантастика и ужасы. Здесь достаточно много бесплатных эффектов. Вот, например, динамит. Можно нажать и посмотреть, как это будет выглядеть. Вот такой вот взрыв. Каждый эффект необходимо взламывать все и взламывать, скачивать отдельно. И вот вы видели, динамит взорвался, и там рука потом к вам в экран летит. Есть вот такое вот. Тут из различных оружий расстреливают какой-то объект. И, соответственно, черного не будет, а будет вместо этого черного всего ваше видео. И, в принципе, проявив фантазию, вы можете что-то крутое замутить и поугарать с друзьями. В принципе, видите, сколько здесь бесплатных. Вот интересный такой вот эффект, эффект снайпера. Можно вот так вот снять видео, и как будто кого-то там, вашего друга или учителя, не знаю, как будто его снял снайпер. По-моему, очень классно будет это выглядеть. Вот это все бесплатные, идут эффекты, и вот только тут несколько есть еще бесплатных. Они не знаю, насколько лучше, в принципе, не настолько они лучше, даже некоторые и хуже. Но это, естественно, просто такой метод монетизации приложения, поэтому судить авторов за это не стоит. В научной фантастике доступно только НЛО бесплатно. Вот так вот они прилетают, и я смотрел на видео на YouTube, как это реализовали. В принципе, достаточно правдоподобно и на такую дешевенькую, как бы сказать, фильм, дешевенький фильм про пришельцев даже смахивать. Есть раздел ужасы. Здесь бесплатно доступно два эффекта. Это вот такая вот сумасшедшая женщина, которая вот так вот появляется и громко-грёмко, и истошно орёт. В принципе, вот и всё. Вот такое вот приложение. В принципе, кому надоел FX-гуру, скачивайте его. Здесь тоже достаточно много эффектов, которые тоже достаточно неплохи. Третье приложение называется Arc File Manager, и почему я его выбрал. Это, в принципе, обычный, ничем не примечающийся файловый менеджер, но я его выбрал потому, что он хорошо работает с архивами. Как распаковывает, так и запаковывает. Вот давайте, например, попробуем что-нибудь запаковать. Насчёт распаковки. Он распаковывает достаточно большое количество форматов, а вот как работает его, наоборот, запаковка. Нажимаем Compress, и нам предлагает сразу два варианта. Но мы можем выбрать Compress To, и уже вручную выбрать, в какой формат нам сделать архив, с какой скоростью, то есть степень сжатия. Можно настроить, настроить пароль. В принципе, довольно широкие настройки. И поэтому я решил показать вам. Возможно, кому-то это будет очень полезно, иметь вот такой файловый менеджер, который умеет как архивировать, так и разархивировать. Это все различные архивы, и имеет гибкие довольно настройки создания архивов. Он называется Arc File Manager, бесплатно доступен в Google Play. Последнее приложение называется Run Static Mountain Bike, и это приложение для любителей покататься на велосипеде. Оно фиксирует вашу езду, отмечает, с какой маршрут вы проехали, с какой скоростью вы ехали. Давайте вот нажмём начать тренировку. Необходимо включить GPS для того, чтобы он отслеживал. Но сейчас мы это делать не будем, а просто включим, и через 5 секунд мы начнём заезд. Вот якобы мы едем на велосипеде, у нас идёт время. Пишется дистанция, которую мы прошли. Мы можем вот тут потом посмотреть графики. Кстати, если вы имеете Pro-версию, а это Lite-версия, то там как-то можно это приложение синхронизировать с пульсометром, если он у вас имеется, и заносить данные сюда. Вот здесь мы можем просматривать в этой таблице, какой у нас самый быстрый участок, самый медленный был. И, собственно, всё. Давайте прекратим наш заезд. Здесь необходимо ввести данные, как нам понравилось, допустим, какая дорога была, какая погода, сколько температуры было и так далее. Нажимаем «Готово». И всё. У нас это загружается на сервер, где у нас будет всё вестись, собственно. Пропустим запись на Facebook. Пропустив запись на Facebook, мы почему-то вышли. Оно, видимо, хотело опубликовать наш заезд, чтобы похвастаться перед нашими друзьями. Так, что здесь есть ещё? Есть вот карта. И вот тут также пишется в качестве рекламы возможности Pro-версии. Это голосовой тренер. Также можно как-то более лучше настраивать плеер, который, кстати, здесь имеется для проигрывания ваших любимых треков. Так, ещё что есть? Офлайн-карты. Нет рекламы. Мог прократить маршруты можно. Измерение пульса, как я уже сказал, в Pro-версии есть. И гео-таргетинг. В принципе, это не такие важные функции, и можно справиться без них. Если кому-то приложение понравилось, они либо купят, либо найдут его полную версию где-нибудь в интернете. Если вы велосипедист, и вам нужно такое приложение, то скачивайте его. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был AppPlan. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.